Приветствую вас. Ну, давайте сразу скажем следующее. Значит, если вам изменилось, то реагировать нужно как минимум спокойно. Значит, поставить его в ответность о том, что вы знаете об этом. Либо, если он вам сказал, что вам имеется в начало проявить свои чувства, то есть не бояться проявлять свои чувства, если вам этого хочется. То есть, я имею в виду, что если вы хотите плакать, например, то плачьте. Это абсолютно нормально, то, что вам хочется плакать. Плачьте, покажите ему, что вам больно, покажите ему, что вам неприятно, что вам тяжело. Плачьте, но не нужно ему предъявлять каких-либо обвинений, не нужно как-то, значит, ссориться с ним. Потому что ссоры ничего не дадут. Абсолютно. Ссоры, они только вашего мужа, наоборот, отправлять обратно еще больше. Значит, покажите ему два блока. И потом, после того, как пройдет немножко времени, вы можете спросить у своего мужа совершенно спокойно, почему он это сделал. То есть, с чем связан его такой поступок, что его не устраивало, может быть, что ему не нравилось, может быть, и так далее. И после этого вам нужно, ну, вам желательно сказать ему все как есть. То есть, что вы не знаете, что теперь делать, что вы растеряны. Вот. Ну и, соответственно, если это вам возможно, то вы можете спросить у него же о том, как он видит вашу дальнейшую жизнь. И видит ли он ее вообще. Если видит, то как. Потому что, ну вот, вы ее, соответственно, не видите, да. Вы ее, теперь, вы не знаете вообще, как реагировать, да. Вот. Это первое. Это прям вот то, что вам нужно сделать вот прямо сейчас. Дальше. Значит. Дальше. Ну, нужно понять, что измена это очень драматичное событие. Измена это следствие системных, то есть постоянных проблем между вами и вашим мужем. То есть, измена это не только ответственность мужа, но и ваша ответственность. Измена это не только, значит, грех вашего мужа, так скажем, но и это ваша ответственность. Вы не углядели, вы не заметили и так далее. Обвинять никого не нужно. То есть, не нужно обвинять. Не нужно говорить, что вот, ты виноват, ты это сделал. Хочется, но не нужно. Измена это показатель большой неудовлетворенности. Неудовлетворенности жизнью, неудовлетворенности семейной жизнью и так далее. Понимаете? Поэтому, поэтому, не торопитесь, значит, кого-то обвинять. Ну, то есть, не торопитесь обвинять себя, не торопитесь обвинять мужа. Вот, лучше постарайтесь вместе с ним, то есть, вот, предложить ему, ну, так вот, поговорить, спросить его о том, что его не устраивало, почему он это сделал. Вот, понимает ли он, как вам тяжело теперь, понимает ли он, какую боль он вам причинил. Ну, вот, соответственно, если, если мужчина понимает это, если у него есть понимание, вот, то, соответственно, вы можете, ну, вызвать, значит, с ним выстраивать отношения, потому что, если человек, человек, например, изменяет, но потом об этом жалеет, то, соответственно, отношения имеют все, все шансы и стать еще более крепче, еще более ближе, еще более интимнее и более доверительнее. То есть, изменяет такой, знаете, вот, изменяет такой шаг на такое событие, которое покажет Муни, насколько вы, например, ценны для него, допустим, допустим. Вот, и, соответственно, после этого он может, может еще больше будет вас любить. Но это вам нужно перепережить, вам нужно перепережить этот момент. Для того, чтобы его перепережить, вам необходимо, значит, выяснить все причины, по которым ваш муж так себя вел, так вот себя повел. Вот, но для этого, естественно, нужно успокоиться и внимательно посмотреть за его поведением сейчас. То есть, вы не пишите, вы не пишите о том, как вам стало это известно, то есть, не пишите о том, собственно, либо он вам сам сказал об этом, либо вы как-то узнали. Но в любом случае, в любом случае, паника не к тем хорошему приведет. Вот, значит, измена – это показатель не того, что вы мужчине не нужны, или не того, что вы плохая. А измена – это показатель того, что мужчина не удовлетворен. Если относиться к измене как к приводному звоночку, то, с одной стороны, человек не хотел, ну, это я сейчас очень примитивно, конечно, говорю, значит, если относиться к этому так, что человек не хотел, скажем, ну, с вами, например, разрушать отношения. Если человек не хотел с вами разрушать отношения, но при этом он чувствовал себя очень плохо, то измена – это такой вот способ, значит, ну, способ того, чтобы и семью сохранить, и свои дела не удовлетворить. Вот, значит, так что я думаю, что вот так вот можно воспринимать измену. Ну, то есть, можно и нужно вам воспринимать измену. С другой стороны, вы можете и не хотеть, ведь, сохранять отношения, вы можете и сказать, ну, а что такое, мой муж изменил мне, значит, он меня не любит, значит, доверия никакого к нему больше нет. Это правильно, в принципе, что доверия нет. Доверие теперь нужно будет восстанавливать вам, доверие теперь нужно будет вновь взращивать. Это процесс довольно длительный, довольно сложный, вот, но возможно, возможно, конечно, это сделать, вот, но это процесс, это процесс. Вот, вы можете сказать, что, ну, что такое, вот, доверия нет, соответственно, зачем я вообще буду, там, что-то делать, да, по отношению к нему, зачем. Я не хочу. Вот, если вы так скажете, то, опять же, ваше, ваше право, ваш выбор. Вот, но в таком случае, опять же, принимая решение о существовании, я думаю, что, ну, вот, ну-то, справедливо будет сказать об этом мужу, но также справедливо будет и то, если данный выбор ваш будет исходить из ваших убеждений, то есть представлений о том, какая должна быть семья, какое она должна быть, а не представлений, например, о том, значит, а не обид, а не из, например, эмоций и злости. То есть сейчас вам говорят обиды, сейчас вас говорит только личная обида. И вот, ну, что важно понять, то, что вот это как раз, эта обида, это то, что является, ну, наиболее деструктивным сейчас. И при выплескивании обидами своего мужа вы, ну, в смысле, даже не выплескиваю обиду, как я уже сказал, вы можете плакать, обвиняя его, в общем, либо вы либо заставите его защищаться, либо вы вызовете у него чувство вины, чувство вины за то, что он лудья. Вот, чувство вины, если он вас любит, у него есть и так, а вот усугублять чувство вины не стоит, потому что из этого, как показывает практика, ничего хорошего не получается, ну, из-за вот, из, скажем так, культивирования чувства вины. Вот, поэтому здесь вот, здесь вот я рекомендую вам так, я рекомендую вам так поступать. Сначала определите, что вы хотите сейчас. Вот, вот, просто сейчас. Сейчас вы хотите, скорее всего, просто плакать и кричать. Значит, если хотите плакать, плачьте, примуете, плачьте, вы имеете, наверное, полное право. Вот, никаких проблем с этим нет. Значит, обвинять мужа, в том числе, почему он так сделал, ругаться, там, кричать и так далее, все это не имеет смысла, там, это уже произошло. Значит, теперь, теперь, такова реальность, и с этой реальностью нужно считаться. Теперь нужно понять, что это значит для вас. Вот, вот, именно для вас, что это значит. То есть, теперь вы останетесь одна, ну, например, если, если разведетесь, да, вы останетесь одна. Значит, боитесь ли вы, соответственно, остаться одна или нет. Это вот, эм, такой очень важный момент, эм, о котором вам нужно подумать. Именно вам. Именно наедине с собой. То есть, пусть человек тебе лучше не подсказать вообще. Ну, можете плакать, можете его не замечать, но общаться с ним категорически я вам не рекомендую. Именно сейчас. Потому что, ну, помимо того, что вы сами с ним не сможете общаться спокойно, естественно. Вот, ну, он вам, что он будет делать? Он будет просить у вас прощения, либо, наоборот, там, как-то обвинять вас. То есть, сейчас общение ничему не приведет в любом случае. Вот. Соответственно, нужно, вот, этот момент полностью постараться нивелировать. Вот. Ну, а тут пройдет время немножко, вот, припредуспокоитесь чуть-чуть. И будет понятно, что дальше делать. Если должна быть поддержка, помощь, если нужно будет выговориться, я думаю, что выговориться вам нужно, будет выплакаться, выговориться. Вот. Обращайтесь к психологу, обязательно, обязательно вам поможем, выслушаем, поговорим, дадим рекомендации. То есть, все это вот от нас, эту помощь вы получите всегда. Значит, выбирайте любого психолога, который вам понравится. Обращайтесь, пишите. Вот. И так далее. Сейчас нужно понять причины поведения вашего мужа, почему я так сделал. И избавиться от мысли о том, что он это сделал именно из-за вас. То есть, это вы виноваты. Второе, что нужно это нивелировать негативные последствия для вас. То есть, для вашей самооценки, негативные последствия для сонолюбия, значит, обиды, вот это вот, агрессия, ну и прочая реакция. То есть, вот это все, это вам совершенно не нужно. Для вас это будет только негатив. И так вы ничего конструктивного не добьетесь. Так вы ничего не сможете получить в итоге. Это уже случилось, поэтому постарайтесь сейчас адаптироваться к новой реальности, которая может быть была, была всегда, была давно уже. Но вы ее не замечали, сейчас она дала себе знать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Но желаю вам всего самого доброго и удачи!